Многие люди, когда видят на улице ВАЗ-2103 или ВАЗ-2106, их путают и не совсем понимают, какая между ними разница. Так вот, в этом видео мы поговорим об отличиях этих двух легендарных автомобилей, которые до сих пор верно служат своим владельцам. Начнем сначала с внешних отличий. Дизайн передних фар у ВАЗ-2106 претерпел незначительные изменения, он стал более строгим, плюс расстояние между двумя фарами одной пары стало чуть больше и они находятся в специальной облицовке, так называемых очках. А на ВАЗ-2103 фары находились близко друг к другу и интегрированы хромированную металлическую решетку радиатора. Решетка радиатора шестерки находилась между фарами и была сделана из пластика. Значки самих автомобилей тоже отличались, на ВАЗ-2106 он прямоугольный, а на ВАЗ-2103 более закругленный. Следующее отличие это бампера машин, на шестерке имелись пластиковые или резиновые вставки, а на тройке они были в виде клыков, такие же как и на ВАЗ-2101. Задние фонари ВАЗ-2103 отличались очень простеньким и незамысловатым дизайном и посередине можно было заметить небольшую разделительную полоску, а вот дизайн задних фонарей ВАЗ-2106 стал усовершенствованным. Впервые для советского автопрома были объединены в целом корпусе секции указатели поворотов, аборитных огней, стоп-сигналов, огней заднего хода, а также подсветка номера. Еще одно отличие, которое заметно, это боковые указатели поворота. На шестерке они прямоугольной формы, а на тройке в виде ромба. Двигатель на ВАЗ-2103 устанавливали объемом полтора литра и мощностью 77 лошадиных сил, а на ВАЗ-2106 объемом 1,6 литра и мощностью 80 лошадиных сил. Коробка передач на ВАЗ-2103 устанавливалась только четырехступенчатая, а на ВАЗ-2106 ставили и пятиступенчатую. Салоны автомобилей сильно не отличались между собой, у шестерки на передних сиденьях появились подголовники, а на тройке они отсутствуют. На ВАЗ-2106 появилась кнопка аварийной сигнализации, рестат яркости освещения приборов и лампочка недостаточного уровня тормозной жидкости. На тройке они отсутствовали, но в некоторые экспортные автомобили их устанавливали. На шестерке управление дворниками и омывателем осуществлялось подрулевым переключателем, а на тройке управление дворниками осуществлялось клавишей на приборной панели, а на полу была кнопка управления омывателем. Но на некоторых тройках также управление дворниками было как и на шестерке. Если вы знаете еще какие-то отличия, пишите их в комментариях под видео. А данный ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и делиться видео в соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok